Я хочу помолиться. И давайте будем сегодня в третьей главе послания апостола Павла к Ефесянам. Я по-русски сегодня без перевода. Авинуша Башамаем, прошу тебя, пусть твое слово провозглашает для нас победу и направляет нас к тебе. В эти дни шумихи нет, но попытки накрутить всех. Люди вроде спокойны, но у некоторых начинают подергиваться веки и начинают нервничать. Начинают бежать в магазины, покупать туалетную бумагу. И это наблюдается везде, не только в Израиле, по всему лицу земли. Я очень сомневаюсь, что может быть прямо уж так недостаток в вещах, потому что все продолжает как бы работать. Но тема моя не об этом сегодня, хотя все мы по жизни переживаем моменты или печали, или радости. Все понимают, о чем я говорю. И когда мы, как верующие люди, переживаем моменты или печали, или радости, то мы, как верующие люди, я сейчас не говорю о неверующих людях, мы обращаемся к Господу Богу, мы или благодарим Его, или просим утешить Его нас. Обычно это все локализуется на тебе одном или на твоей одной семье. Все остальные вокруг более-менее находятся в своей рутине, мало к этому обращаются. Они могут прийти, поучаствовать в твоей радости или поддержать тебя в твоей печали. И мы все проходили через подобные обстоятельства. Это круг жизни, который существует. И вот эти вот моменты, печали или радости личные, мы обращаемся к Господу Богу. И чаще всего мы, ну вот как я уже сказал, мы или благодарим Его, или просим Его укрепить, поддержать, утешить нас, наставить нас. Но чаще всего это все достаточно кратковременно, по периодам. Когда случаются вещи апокалиптического характера, типа вот того, что сегодня проходит весь мир. Когда в каком-то месте проходит продолжительная война, или какая-то продолжительная последовательность стихийных бедствий, которые были там где-то в разных областях мира, или землетрясения. Когда люди долго пытаются прийти в себя. Или, подобно как сейчас, когда вот эти вот слухи о вирусах распространяются. На самом деле у нас есть две опции. Одна отрицательная, одна положительная. Одна отрицательная – это закопаться в себе, в страхах, пытаясь просто выжить. Или не поддаться этому ломящему желанию, которое как бы, но навеивается разными людьми, особенно через масс-медиа. С другой стороны, у нас есть другая опция, и мы, как верующие люди, должны обратиться именно к этой опции, познавать себя и познавать Господа Бога. Потому что обо всех этих обстоятельствах Писания по-разному в разные времена уже говорили и предупреждали нас. Говорили, что будут и глады, и моры. Говорили, и не бойтесь, это еще не конец. Остановитесь, посмотрите на меня и приобретите силу от меня с небес. Эти слова постоянно звучат в Священных Писаниях. И вот сейчас я хотел бы вместе с вами посмотреть молитву апостола Павла, которую он записал в послании к Ефесянам. Есть разномнение по контексту, когда он записывал послание к Ефесянам, но из некоторых строк этого послания есть сильное ощущение, что апостол Павел в это время находился в тюрьме. И он там использовал такие слова «ради моих страданий» или «вашего соучастия в моих страданиях». То есть он был в тюрьме. И тюрьма – это вот подобные обстоятельства, когда ты замкнут в каких-то вещах, и когда у тебя есть повод или удаться в депрессняк и дать обстоятельствам просто раскатать тебя, или поднять свои глаза к небу. Апостол Павел выбирает второй путь. И давайте мы вместе откроем послание к Ефесянам. Я буду читать с 14 стиха. Третья глава послания к Ефесянам. Вот Павел в 13 стихе говорит «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». То есть эти стихи подразумевают, что Павел где-то скорбил. И скорбил уже долгое время, и многие верующие говорили «Вау, такой классный брат, почему его там посадили в этом Риме» или в каком-то другом месте, потому что Павел неоднократно бывал в тюрьме за имя Господа, которому в то время активно противились. В Римской империи учения веры в Ешуа называли атеизмом, потому что они были многобожцы, а тут вдруг все сводилось к личности одного Творца, да еще в еврейском формате. И поэтому они пытались отградиться от этой ереси, позволяя всем быть суперлибералами. В некотором роде мы сейчас живем в очень подобное время, потому что мир стал очень либеральным, то есть, или становятся, по крайней мере, попытки, чтобы все были либеральными, что все правда, и все истина, и все хорошо, и можно быть таким, и можно быть всяким, и можно поменять свой пол, и можно изменить, а можно не менять, и быть так. То есть все можно. Это тогда, в те времена, было в Римской империи, и когда евреи, практиковавшие иудаизм, не модерны, раввинистические, а то древние, были замкнуты только в своем пространстве, им говорили, это евреи, их не трогайте, мы-то... А тут вдруг эта еврейская вера силой благовестия помазанных евреев, типа Павла, Петра и других, и с именем Машеха вдруг стала прорываться в Римскую империю, и там все заволновались. И вот Павел был в тюрьме, страдал, скорбил, в тюрьме не сахар, никогда не было. Говорят, в шведской тюрьме хорошо, но никто из нас там не был. Во всех остальных тюрьмах плохо. И он говорит, записывает такую молитву. Я бы очень хотел, чтобы мы могли к этой молитве потом сами также обратиться, почитать эту молитву, попробовать сосредоточиться на этой молитве, потому что эта молитва заставляет нас думать о том, что в нас происходит. Где мы, что мы? Я повторюсь, мы, и это факт, вместе с темпом всего мира достаточно осуетились. Мы бежим, мы пытаемся заработать, мы пытаемся стать здоровее, мы пытаемся прославить, достичь чего-то, но если мы наложим какие-то вещи, чего достигли, чего добились, очень многие увидят, вау, да я примерно где был, там я и остался. А к чему столько усилия? И я думаю, что важно попросить у Господа Бога мудрости, как нам не сжигать себя понапрасну. Тот же Павел в послании к римлянам в другом месте пишет, предоставьте тела свои в жертву благоугодную Господу Богу для разумного служения. И что такое эти слова? Эти слова говорят, по сути, только о двух составляющих. Это из чего мы состоим, ну, богодоль. Это наше время и наши силы. Куда мы тратим наше время и наши силы? И здесь каждый должен будет давать себе отчет самостоятельно. Итак, продолжаем. 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего, Ешуа Мессии, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Я не буду сейчас обращать большого внимания на 14 стих, который говорит о том, что важно Господу Богу, Отцу, Господа нашего Ешуа, обращаться примерно в таком плане, Небесный Отец во имя Ешуа. То есть есть какая-то иерархическая структура, по которой нам нужно подходить. И 15 стих, который говорит, что все структуры небесные, которые мы понимаем, различаем, или которые невидимы для нашего глаза, но которые существуют, эти сферы, с мириадами ангелов, всяких ангельских и небесных существ, все они существуют благодаря господству, власти и силе Небесного Отца. Я не хочу на эту тему сейчас углубляться, но здесь сказано «да даст вам по богатству славы своей». Здесь Павел обращает наше внимание на то, что Бог богат всякой славой. И если мы пытаемся сосредоточиться на этих словах, богат всякой славой, то есть он богат, или он всемогущ, или он восседает над всем. И здесь наша цель сейчас, посреди всех обстоятельств, вдруг сосредоточиться и увидеть вот это превосходство, власть и всемогущество Божие. Я сейчас интерпретирую данные стихи к нашим обстоятельствам, что мы под ним, и, как в других местах Нового Завета сказано, еще говорит, даже волос с нашей головы не может упасть без воли нашего Небесного Отца. Он всемогущ, Он всеобъемлет. И вот посреди всего этого Он говорит, «Я всеобъемлем, но Я могу укрепить вас». Я могу укрепить вас. Я думаю, что практически каждый из нас, вот просто думая о самом себе, находит в себе много слабостей. Когда ты помоложе, и когда ты поздоровее, и когда твои мысли не сильно перегружены, особенно семейными обстоятельствами, иногда проблемами, иногда противостоянием с чем-то, ты чувствуешь, что я могу весь мир повернуть. Я смотрел свидетельство у одного брата с Киева, и он такой здоровяк, бык, просто бугай. И он говорит, он занимался спортом, и был просто страшный. Помнишь, Нина, мы с тобой ехали и смотрели это свидетельство, был просто силен. Однажды, занимаясь в очередной раз каким-то верующим, занимаясь каким-то тренингом, у него что-то в позвоночнике хрустнуло. И он сначала не обратил на это внимание, но в течение месяца он уже не мог ходить. А до этого он говорит, у меня была такая уверенность в самом себе, что я думал, что если я буду переходить дорогу, я запомнил эти слова, он говорит, что я думал, даже если какая-то небольшая машина в меня врежется, то со мной ничего не будет, а у нее капот помнется. Такой себя чувствовал бычок, бугайок. И вдруг бам, и все. И, слава Богу, в его обстоятельствах, его вера, его покаяние, его изменившаяся самооценка позволила ему после года или чуть больше или молитв, и молитв, и разных упражнений и насточек восстановиться. Не думаю, что полностью, но там на много процентов. Но я думаю, что если мы сейчас смотрим на самих себя, то многие из нас не скажут, я силен, я могу все. И каждый из нас нуждается, чтобы Бог, особенно в эти обстоятельства, укрепил нас. У нас здесь привозят для горячей кухни продукты, мы заказываем, когда мы раздаем нуждающимся всякие вещи. И у нас есть сапак, поставщик, и он недавно переболел онкологией. и вот я его над прошлой неделей встретил, и он как бы такой внешне крепкий мужик, но я знаю, что с ним произошло. Он мне говорит, не дай Бог мне заболеть короной, я ее не, ну, после моего бэкграунда я его не переживу. Я сейчас не хочу навеять ни на кого печаль, я просто хочу сказать, что каждый из нас должен понимать, что каждый, каждый без исключения нуждается в том, чтобы получить укрепление от Бога. И я сейчас не говорю совершенно за эту корону, я сейчас говорю, что у нас сейчас появилось время, и по всей видимости будут какие-то еще большие ограничения на неделю, может быть, на две, когда всех попросят меньше работать, чтобы мы не заснули за просмотр сериалов, а позволили Святому Духу исследовать нашу внутренность, чтобы вот в эти апокалиптические дни, или пускай самое их начало пророчество из Малахии стало осуществляться в нашей жизни, которое говорит, и я положу разницу между теми, кто принадлежит мне, и теми, кто нет. не для того, чтобы те постыдились, нет, но чтобы восшедший или восходящий на тобою свет мог привлекать тех, кто слабее, и чтобы они могли получить благословение от Небесного Отца, не для того, чтобы посрамить их, потому что когда в один день все закончится, и мы будем стоять перед судом, там все будут достаточно посрамлены, и все, но сегодня Ешуа напоминает нам стихи из Матфея пятой главы, вы свет миру, вы соль миру, нельзя светить, если ваш светильник стоит под столом, поставьте его сверху, чтобы он виден был во всем доме, у каждого из нас есть светильник, есть безусловно, если мы призваны, если мы уверовали в него, в тебе, во мне, в каждом из нас есть этот светильник, и мы по-любому являемся солью, но мы можем быть активными и неактивными, суета обычно делает нас неактивными, а там сказано, да светит ваш свет, я хочу двигаться дальше, 17 стих, 3 глава Ефесянной, верою вселиться Машиеху в сердца ваши, это молитва Павла, я молюсь, он говорит по-другому, чтобы Машиех вселился в ваши сердца, скажите, кому он пишет эти слова, он пишет в какой-то атеистической группе или общине верующих в Ефисе, как можно писать общине верующих в Ефисе, верующих уже, да вселиться Машиеху в ваши сердца, Павел, что с тобою, ты или повторяешься, или что-то имеешь в виду, вы замечаете здесь этот момент, да вселиться Машиеху в ваши сердца, такими же словами я могу сказать сейчас всем нам, люди, а мы верующие или не верующие, может быть и так, а может быть, ну, я логически рассуждаю сейчас, есть два пути интерпретировать этот стих, может быть, действительно так обленились и дали огню Божьему притухнуть, а может быть, он подразумевает другое место писания, развитие, помните, он про себя говорит, я, являясь верующим человеком, служа другим людям, и он служил больше, чем многие из нас, даже все вместе, может быть, меньше мы служим другим людям, чем один апостол Павел служил, он говорит, я исследуя себя, не хочу остаться тоже в стороне, я хочу тоже внутри развиваться, и есть такие места, которые говорят, перешедшие от славы к славе, или от веры к вере, это, конечно, тоже очень образно, иди толкуй, что такое слава, что такое вера, но наверняка это все говорит о нашем внутреннем человеке и нашей глубокой уверенности в Господе Боге, чем она достигается, чем достигается вот эта глубокая уверенность и стабильность в Господе Боге, тем, что мы больше молимся, может быть, мы больше размышляем о нем, может быть, больше читаем Писание, может быть, делаем много добрых дел, может быть, по всей видимости, это комбинация всего, но она всегда должна основываться на одном очень четком факте, когда-то Соломон озвучил этот факт в Песне Песней, у него была четкая уверенность, он сказал, а я принадлежу возлюбленному моему, помните эти слова, эта идея была озвучена в имени царя Давида, как слово Давид переводится, до дели веони ло, Давид, то есть возлюбленный мой, принадлежащий Господу, на самом деле в Ешуа это как штамп поставлено, поэтому он сам, Ешуа, говорит, мои дети, мои ученики, вы стали вместе детьми небесного Отца, мы должны понимать, что все, что мы делаем, когда-то один человек сделал очень классный пример, чтобы научить человека поступать достойно, там, я не помню, кого ли, сына или ученика, он сказал, все, что ты не делаешь, подумай, вначале, рядом стоит Ешуа, сделал бы ли бы ты это в его присутствии, когда ты поступаешь, поступай, как будто зная, что он стоит рядом с тобою, рядом с тобою, и в Писании говорит, царь Давид говорит, я всегда одесную по правую руку свою видел Господа, не поколеблюсь, я недавно слышал одну лекцию, одной профессорше из Иерусалимского университета, и она сказала, что в Кумранских свитках есть упоминание о том, что Давид написал более трех тысяч псалмов, в псалмах наших нету такого количества, вы знаете, сколько там есть, и она объясняла это тем, что царь Давид, во времена царя Давида календарь был иной, чем мы сейчас пользуемся сегодня, и не тот, которым пользуется иудаизм, сегодня лунный календарь, во времена царя Давида был солнечный календарь, разбитый на 364 дня, то есть, царь Давид написал 3600 псалмов по 10 на каждый день, а 4 это были дни перехода с лета на осень, с осени на зиму, с зимы на весну, на них еще, на эти 4 каждый дня по 10, еще 40, и на шабаты он написал отдельные, и тогда в его дни не было, это было до вавилонского пленения, и еврейские месяцы еще не назывались как сейчас, там Адар, или Тамуз, или Ниссан, а назывались подобно дням недели, первый месяц, второй месяц, третий месяц, четвертый месяц, и псалмы соответственно были подобным образом, короче, просто подумайте о работоспособности царя Давида, наполненного святым духом, который был в состоянии написать почти 4000 псалмов, выстроив духовных календарь, это невозможно сделать без того, чтобы Руаха Дунай, Дух Божий не был на нем, я к чему это вам сказал и себе тоже, как часто мы говорим, вау, делаю, делаю, ничего не успеваю сделать, мы верующие, и Руаха Дунай может пребывать на нас, если мы ассоциируем себя, что Адунай Ли Яди, всегда видел я Одесную Господа, тогда эти слова верою вселиться Машеху или Христу, как здесь написано по-русски, ваши сердца будут смотреться для нас немножко в другом формате, нам, может быть, кому-то надо обновить свою веру, но, может быть, большинству нужно подумать, а не засиделся ли я в моем сегодняшнем состоянии, я должен искать Господа Бога, я должен чувствовать свою большую принадлежность к Нему. Переходим к 18 стиху. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь в Машиаха». То есть, здесь стих 18 и 19 начинаются и заканчиваются, что нам нужно быть утвержденными в любви Божьей, и чтобы быть утвержденными в этой любви, нам до этого нужно познать со всеми святыми, что такое широта и глубина и высота и долгота. Кодем коль я хочу обратить наше внимание на слова, утвержденные в любви. Вы знаете, слово «любовь» утратило свой первоначальный смысл в следствии опошления, которому оно подверглось через все кино и другие медийные трилки. Но любовь – это больше жертвенность, уважение и состояние, когда мы можем полагать себя за другого человека. Этому могут применить себя не только верующие люди, но свидетельство значительное для верующих людей, что если ты был другой и познал Творца, то немедленно в тебе вспыхивает вот это желание любить мир, не критиковать, не разбивать, в некоторых случаях быть да, обличителем, где надо сказать правду, но любовь не только сконцентрированная на тебе, а нечто большее, желание нести этот свет дальше. Я думаю, многие из нас пережили момент, когда мы пришли к вере, когда мы пришли к вере, это было настолько мощно, что мы могли даже прохожему мимо человеку незнакомому иметь дерзновение рассказать об вере, о откровении Господа, о Ишуа. И в откровении Иоанна написано возьми мазь, помажь глаза, обнови себя, или обновите себя в любви. Я думаю, каждому из нас стоит взвести этот момент. И вот здесь утвержденные, обновленные в любви, Павел говорит, чтобы в этом быть, нам нужно постигнуть со всеми святыми, что такое широта, долгота, глубина и высота. Здесь как бы чистая геометрия. Вы знаете, я когда исследовал этот момент и просто забил этот стих и в интернет, просто посмотрел разные толкования. И особенно в толковании этих стихов в свое время упражнялись отцы и ученики отцов церкви там в втором, третьем веке. Есть страницы исписанные, каждый говорил в свою сторону. И мы знаем, что это абсолютно верно. Каждый раз некоторые места, непонятные писания Руаха-Кодыш дает нам интерпретировать в соответствии с временем, в котором мы живем. И Руаха-Кодыш некоторые места, он дает каждому твое особенное понимание, интерпретацию. Вы знаете, для меня эти слова, когда я готовился к этой проповеди, были достаточно простыми. и они говорили больше, могу ли я молитвой покрывать ближних? Могу ли я молитвой покрывать дальних? Вы знаете, может быть, в других местах молитва о дальних – это вещь менее обязательная, чем для нас, живущих в Иерус-Исраэль. Но издревле наш народ возносил молитвы, и Павел пишет в одном месте. Я сегодня ссылаюсь много на Павла. Он говорит, «Прошу вас возносить молитвы о правителях и о служителях и о тех, кто подвязается. Но если мы говорим об Израиле, которому мы принадлежим, то на праздник Суккот заколалась масса жертв каждый день побывающей, чтобы каждый день возносить перед Господом 70 народов, чтобы молиться о том, чтобы свет Господень проник в тьму Вавилона, окутывающую народы. В святом стояло 10 светильников, 10 минор, 7-ю 10 получается 70. 70 лампад горело безостановочно, символизируя молитвы и ходатайство о спасении народов. Сегодня, когда проблема вируса или страха, наверное, больше проблема сейчас не вируса, а страха, распространяется по миру, мы, живущие в Израиле, обязаны поднять свой голос и сказать Небесный Отец, не только о близких своих мы просим, мы просим, что ты простер свою милующую руку на все народы земли. И вы знаете, что, как ни странно, это не пустая гордая амбиция, что типа твоя маленькая молитва маленького человека может быть услышана всемогущим Отцом. Это конкретное повеление священных писаний. И нам важно это делать. И тогда мы можем проверить возвращается ли к нам любовь. Есть ли у нас желание поддержать особенно слабого, не сильного, но слабого. И я хотел бы, чтобы мы, как община Шавей Цион, могли быть в этом деле свидетелями и активными поступателями по этому слову. Вокруг вас живут люди, не обязательно верующие. Или верующие, или те, которые нуждаются. Не делайте различия. Бог делает различия, возжигая над нами светильник. А вы старайтесь проявлять себя в радушии и в желании помогать любому человеку. И откуда ты знаешь, может быть, руаха кодыш через тебя коснется и сделает огромное чудо. И вот оно, время, до которого мы дожили. Мы только отыграли праздник Пурим. И Дима, который играл Мардыхая, повторил слова того Мардыхая, который сказал эти слова же, Эстер, не до этого лидии дня ты было дожило или было поставлено, чтобы тебя Бог использовал. Чтобы тебя Бог использовал. Я продолжаю читать. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем, тому слава в среде верующих в Ешуам Ашех и во все роды от века и до века Амэн. Мы можем быть абсолютно уверены, что как всегда Небесный Отец берет один нас малый шаг и развивает его таковым образом, что это покрывает многие места и многие области несравненно больше, чем мы просим и о чем помышляем. Он может сделать больше. И Павел заканчивает слова тому слава в среде верующих. Вы знаете, многие обстоятельства последних десяти лет дискредитируют многих верующих или веру вообще, потому что было много всякой грязи среди верующих людей. Насколько важно обновить обновить вот эту славу Господню над Кирилой. В деяниях апостолов записано, что когда верующие собирались вместе, то слух о них или по-другому слава, сияющая над ними, была настолько сильна, что люди присоединялись добровольно. Они повторили по сути в деяниях апостолов то, что случилось на Пурим. Что на Пурим было, язычники, видя славу Божью над иудеями, также становились иудеями. В Исаии есть такое пророчество. Тьма, или там даже не тьма сказано, а Арафель, туман, ибо туман, туман это когда смятение и заблуждение, когда ты ведешь машину ночью или днем, не имея значения ночью, нормально ездить ночью, включил свет и едешь, но когда ты едешь в тумане, это совершенно другие ощущения, ты буквально не знаешь, что через несколько метров. Несколько недель назад мы с Ниной были в Чехии и мы прилетели во время тумана, нас собрали, это было где-то 12 часов вечера, мы выехали по дороге с аэропорта к месту назначения, был туман, я честно говоря, я бы в такой туман не ехал. Водила нам потом сказал, что он привычен к такому, но туман просто ужасный, ты вообще ничего не видишь, вообще, просто какое-то, так там написано, тьма или туман покроет народы смятение и заблуждение, а над тобою воссияет Господь, и придут к тебе. Почему? Потому что он будет светить над тобою твой свет, он будет привлекать других. Я думаю, что хочу закончить с этими словами, потому что нам важно быть в свете Господнем. Давайте мы встанем и помолимся вместе. Я прошу тебя, Небесный Отец, чтобы не действие наших слов, а влияние руаха кодыша могло нас раскрыть кого-то в покаянии, кого-то в пересмотре своей позиции, кого-то в пересмотре своей молитвенной жизни, кого-то в пересмотре своего отношения в своей семье с дальними, с близкими. Дай нам этот момент обновления и пусть руаха кодыш наполнит нас. Дай нам видеть добрые плоды в своих семьях. Я молю тебя, Господь, чтобы огонь Царства Божьего обновлялся в нас и чтобы каждый из нас был светильником. Я прошу за всех причастных, за всех причастных нам. Молю тебя не только о стоящих в зале, но о тех, с кем мы связаны, кому служим, о ком иногда думаем, кому когда-то помогли, открыли дверь, поддержали, благословили. Каждый по-разному. Прошу тебя об обновлении. Молю тебя, Небесный Отец, чтобы покров, защита, защита от тебя пришли на народ Израиля, защитили нас от этого вируса, и больные, чтобы восстановились и укрепились, чтобы была найдена вакцина, или чтобы выработался общенациональный иммунитет. Не только в нас, но и в других странах мира. Мы молимся за Штаты, за Россию, за Германию и за Китай, за Японию и за Корею, за Тайвань, за Англию, за Австрию, за Норвегию. Мы просим тебя, Небесный Отец, за Казахстан и Украину. Мы просим тебя, Господь, чтобы по всему лицу земли прошла твоя спасительная благодать, благодать и сила Бога Израилева и Машиаха Израиля и всего мира Ешуа. Как когда-то Петр сказал, нет имени под небесами больше и более властного, чем Ешуа Машиах. Мы просим во это имя, чтобы была сокрушена опора этого вируса и чтобы он был просто смыт с лица вселенной, как пыль сдувается ветром. Мы просим тебя, Небесный Отец, чтобы Меруах Акодеш пришло обновление. Я молю тебя, Господь, чтобы подобно манне, дающей все необходимое народу Израилевам по пути из Египта вырыц Акодеш Ты давал нам эту манну. Благодарим тебя, Отец, за Твою милость и поддержку. Башем Ешуа Машиах и все это скажут Амин. Машиах 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 Машиах